Вера без риска И если мы вспомним, то я сделал заявление такое, оно серьезное, что мы, Божья община, исполненная верой, действующая в силе, рискованная в решениях, благовествующая спасением. Это тот, кто мы есть. И повторюсь, чтобы мы не забывали, кто мы есть. Мы, Божья община, исполненная верой, действующая в силе, рискованная в решениях, благовествующая спасением. Вы знаете, когда я говорю об этом, я хотел бы донести понимание того, не просто, что мы, как люди, собравшиеся по каким-то идеологическим мышлениям, собраниям, потому что нам хорошо. Я говорю о том, что нас отличает от людей в мире. Я говорю о нас, как людях, которые уверовали в Ишуа, поэтому мы и Ишуа одно целое. Начну с одной истории, которая записана в Евангелии от Иоханана, Иоанна, 4 глава. Эту главу мы знаем как история разговора Ишуа с самаританкой возле колодца. Мы знаем всю историю разговора, общения и учеников, но мы очень часто не замечаем одну тему, которая коснулась меня несколько дней назад. Смотрите, Иоанна, 4 глава, 31 стиха. Между тем, ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Мы знаем, что история была такова, что пока ученики искали пищу, он разговаривал с самаритянкой, говорил ей откровения. И некоторое откровение, которое произошло в жизни этой женщины, изменило ее судьбу. И она говорит, видишь, что ты Мессия, ты Пророк. Она уходит в город, чтобы позвать людей. И между этими ситуациями, между этими вопросами, когда потом пришли самаритяне, просили его остаться и говорить с ним, что-то происходит. Ученики говорят ему вещи, которые для многих из нас понятны. Но ответ, который мы ожидали бы от Ешуа, на самом деле, мы не до конца понимаем, осознаем. Он сказал им, у меня есть пища. У меня есть пища, о которой вы не знаете. И тут ученики говорят, посему говорят между собою, разве кто принес ему кушать? Есть? Ишуа говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. И вот там даже говорит им, посмотрите, не побелели. Вы знаете, это интересное место говорит о том, что вроде бы как будто есть пища у Ешуа, которой он ее отдает. И чаще всего мы думаем о том, что у нас есть то, что мы можем дать людям. Учите, говорите о Христе, о Мессии. Но если посмотреть глубоко в корень событий, то мы немножко поймем, о чем здесь говорится. Он заявляет о том, что то, что насыщает его, не только пища, которая тленная пища, которая уходит в тление, но есть пища, которая производит вечную жизнь. Он говорит, послушайте, да, я голоден, то есть по плоти я хочу кушать. Но так как настолько, сколько я голоден, вот из жажда по пище, настолько у меня есть та пища, которую я могу отдать. И это приносит удовольствие. Услышьте меня правильно. Потому что мы иногда делаем Божье дело, и оно не насыщает нас. Оно внутри нас не дает тот результат, который бы дало, например, пища, которая, когда мы голодны. Потому что, когда мы голодны, мы употребляем пищу, то, что насыщает, и мы чувствуем себя насыщенными, удовлетворенными, что мы живые, что мы выжили. Вопрос, который говорит Иисус, Ишуа. У меня есть то удовлетворение в пище, которую вы не знаете. У вас еще ее нет. Мы с вами так сотворены, что потребительское состояние нам очень по душе. Мы подсознательно, на генетическом уровне всегда говорим, чтобы жить и выжить, нам нужно что-то употребить. Чтобы выжить и сохранить свою жизнь, нам необходимо что-то. Нам нужна либо пища, либо одежда, либо что-то другое. И ученики этим занимались. Они занимались конкретно поиском пищи. И говорят, нас здесь не было, он здесь был один, кто принес ему фалафел. Кто-то не знает, это тоже одна из еврейских таких кухней, из растительности сделает такие, ну, очень интересные. Ишуа показывает, что есть иной закон Творца. Закон даяния, а не потребительства. Потому что каждый из нас, мы созданы, чтобы потреблять. Он дает людям действительно попытку увидеть между творением, то, что мы потребляем, есть еще другой закон, который закон отдачи. Знаете, история, которая противоречит нашей природе. Вот эта история противоречит нашей природе. Потому что по природе мы люди, и все творение привыкло потреблять, иметь. Вот эта история похожа наше естество. Но я сразу скажу, что каждый из нас, хотя мы думаем, что мы хорошие люди, не делает нас святыми. Мы сами грешники. И будучи спасенными, мы склонны к тому, чтобы быть эгоистами, самоцентричны. Мы направлены на свое «я». Это легко доказать. Кто из вас, когда вы растите своих детей, имеют специальный класс эгоизма? Кто из вас специально учил детей своих быть эгоистами? Никто. Например, представьте себе, вы приходите домой и говорите, «Сыночек, у меня сегодня к тебе урок номер один, как быть эгоистом». Ты знаешь, это в жизни пригодится, ты должен держаться за свое «я», потому что если ты не постоишь за себя, никто за тебя не постоит. Когда я приведу тебя завтра в детский сад, ты заметишь игрушку, в которой ты захочешь играться. И когда вам придет время, вам разрешат играться, ты беги, хватай твою игрушку и держи возле себя. Если мальчик придет к тебе и захочет ее забрать, если ты его сильнее, а он слабее, дай ему в дюндель. Но если мужик этот здоровый, кричи изо всех сил, «Мое!» И сразу тебя все увидят. Тебя узнают, он получит по попе, а ты остались за своим любимым слоником или игрушкой такой. Никто из нас это не делает. В реальности никто из нас не учит наших детей быть эгоистами. Но знаете, по сути, мы так поступаем и по жизни. Мы, думая, что мы пришли к Богу, мы изменились. Но внутри нас живет вот этот человек, который имеет потребительское состояние. Мне, мое и много. Я помню, как мой младший сын мне говорил, «Папа, мое, мне и много». Можно так? Идешь в Макдональдс, и он говорит, «Вот это хочу, вот это хочу». Я говорю, «Сыночек, не съешь, я хочу». Сел и сидит. Его братья покушали, он два укуса сделал. И тут старший смотрит, и слюнки текут. Рома раз руку за бургер, а младший кричит Джошуа, «Это мое!» «Ну ты кушай его, а я возьму домой и не съест». Вы знаете, вот это нутро, которое внутри нас, оно меня беспокоит. Беспокой как общину, как церковь. Потому что в последнее время мы на самом деле, говоря о нашем призвании, мы внутри себя понимаем, что если не изменить наше естество нутро, которое у нас есть, где мы подсознательно, на генетическом уровне говорим себе «Это мое!» Эгоистическое «Это мое!» мы призваны быть общиной, которая не в потребительском состоянии, а та, которая дает. И Иешуа говорит, «У меня есть пища, то, что у меня удовлетворяет, это давать надежду людям, помогать людям». Пища, которую вы не знаете. У меня есть пища, чтобы творить волю Отца, а его воля, чтобы никто не погиб. Знаете, я сейчас буду говорить о вещах, которые молодые люди не понимают, потому что они прожили не в Советском Союзе. Но те, кто старше меня, могут примерно понять, о чем я говорю. Я специально поднял именно меню столовых Советского Союза. Я специально поднял. Потому что я вспоминаю Советский Союз, и я понимаю, что у нас выбора-то не было. Реально, у нас выбора не было. Я вот на страничке специально написал, там есть зимнее меню было и еще весеннее меню было. Плюс еще на неделю. И вот на неделю, представьте себе, на неделю, я вам прочитаю только, какой выбор был у нас. Понедельник. Щи мясные из кислой капусты, сырники со сметаной, вариант может быть вареники с творогом, оладьи с повидлом сливовым. Кто помнит сливовый? Ну, нормально, правильно? Вторник. Борщ московский с колбасой и шварками, котлеты с картофелем, отварным и огурцом соленым, компот и сухофруктов. Кто помнит это? Это было по вторникам. Среда. Рассольник ленинградский с куриными потрохами. Макароны по-флотски. Мусс яблочный. Какой выбор? Ты приходишь и все. Четверг суп перловый с мясом и кореньями. Не знаю, что это такое, что там еще добавляли. Часше всего еще, если мы были на юге, был всегда рыбный день. Это нормально. Треска отварная с картофелем, пыре. Кисель яблочный. Кто помнит кисель? Боже, я не знаю, я не мог его пить. Мне казалось, что это как стакан сопли выпить. Это лично для меня. Я не знаю, как я это воспринимал. Суббота. Суб крестьянский овощной с мясом, сосиски с капустой тушеной, желе лимонное. Суб гороховый. В воскресенье. Суб гороховый с ветчиной или колбасой, свиная тушенка с гречневой и релизовой кашей, кисель или компот. И всегда была еще сметана. Стакан сметаны. С развалом СССР и развитием кооператива можно было заметить такую перемену в общепите. И вот если мы в сегодняшний день говорим о том, что есть у нас общепит, а это у нас такая как пузата хата, жарю парю. Кто был в этих вот? Вы знаете, я смотрю, я тоже несколько раз был, и вот когда приходишь особенно в жарю парю, и ты понимаешь, что ты в общепите, но так как уже прошло 23 года перемен, и мы выросли в состоянии, а мне хочется. Мы приходим туда как хозяева положения. У меня есть деньги, у вас есть товар, давайте то, что мне нужно. Мне хочется, и там 3-4 борща, или там супа, или что ты можешь выбрать. Там котлет уже 3-4-5 видов. Рыбы, не только треска есть, но там еще и хек, и масляная рыба, и еще камбала, может быть, еще чего-то, и салат, какие хочешь. Мы приходим, и мы в состоянии потребительского, чтобы удовлетворить мое состояние жажды. Что я хочу покушать? И я выбираю, что я хочу. Я становлюсь хозяином положения. И я выбираю. Пожалуйста, дайте мне картошечку с мясом, без лука, пожалуйста, если это возможно, как это так. А борщик сметаны, ну побольше, пожалуйста, ну побольше дайте. И дайте мне еще, пожалуйста, там воды менять. Не-не, минерально не надо, дайте мне сок мультивитаминный и витамины, и трубочку придачу. Мы начинаем диктовать того, тому, кто нам предоставляет все условия, и мы становимся потребителями. Естественно, 23 года спустя, что изменилось? Знаете, мы стали более потребительские, чем мы можем себе представить. Трагедия этого положения в том, что мы с вами перенеслись из мира потребительского общества, в котором мы находимся, каждый из нас. Мы естественно, внутри, мы природно, мы влились в это состояние, где уважение к человеку, к моему решению, к моим чувствам, моим вкусам, моему состоянию, моему кошельку и совсем любимому меня настолько высоко, что мы перенесли из мира потребительского в мир, который мы называем община и церковь. До действительности. А что мне сегодня предложат на утрешнюю молитву? Мы пришли сюда, а, интересно, а что пастор сегодня будет говорить? А, ну да, вот это вот выкинуть надо. Вот это, не, не, вот как вот это. Немножко, чересчур переперчил здесь, немножко сказал что-то не так. А, ну да, ну да. У меня есть нужды, друзья, у меня есть нужды. Ну, вот посмотрим, как за меня помолятся в среду. Мы потребители. Потребители. Ишуа говорит такую вещь, которую его ученики не понимают. И он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. Она есть у меня. И эта пища творит дело пославшего меня. То, что меня насыщает, то, что меня удовлетворяет, то, что мне по нутру выполнять волю отца, который послал меня. Да, пища, которая есть, это хорошо. Но есть то, к чему, как община, как церковь, мы призваны. Важно понять, что мы живем во время потребительского общества, которое привыкло выполнять мои требования, мои нужды. И мне прискорбно. Прискорбно видеть сегодняшнюю церковь верующих людей в таком состоянии, когда потребность выполнения личных нужд стоит выше призвания, которые Бог имеет каждому из нас. Скажу так, что когда мы говорили о том, что лучше попытки неудачи потерпеть и сидеть, чем сидеть и ждать, пока вся жизнь пройдет, мы говорили о вере, которая действует, которая исполняется через Божью волю, чтобы помогать людям. Мы не являемся духовными потребителями. Мы не являемся духовными потребителями, но мы соучастники в решении чужих ситуаций. людей, которых нуждается. Мы община, существующая не для того, чтобы для нас хороших, для пополнения наших личных потребностей и нашего эго, но мы есть община, которая существует для того, чтобы помочь погибающему миру. если мы поймем это. Многие из нас могут не понять, что мы живем для того, чтобы творить Божьи дела. Многие из нас, может быть, не понимают, что мы из себя представляем. Я часто встречаю людей, которые новые, либо в нашей общине, либо в других местах. мы знакомимся. Я говорю, а вы откуда? Я ищу церковь. Да, вы ищете церковь, а сколько вы уже верующие? Я верующий давно, еще не нашел ту церковь, которая восполнит мои нужды. Я говорю, да, как интересно. Я еще не нашел церковь, которая бы подходила мне по духу. Моих детей, чтобы мои дети чувствовали себя как дома. Чтобы все мои нужды, они были пополнены моей семьи и так далее. Вот таких я называю это церковно-шопинг. это вот, как его сказать, шопинная церковь. Те, кто ищут правильную церковь, чтобы были пополнены их нужды. Но Иешуа говорит такое, моя жажда, моя нужда в том, чтобы отдавать, чтобы что-то делать для спасения других людей. Мы являемся общиной, которая не самоцентрична, и верующих, обращаясь ко всем верующим, даже те, кто смотрит нас онлайн, обращаясь к христианам, которые уже привыкли в этом обществе быть потребителями. Мы не являемся потребительской общиной, телом Мессии. Мы были спасены, чтобы потом отдать. в прошлый раз я задавал вам вопрос, помните, да, как посмотрит на вашу веру Мессия? Ты имеешь много веры или мало веры? Дам сегодня не тот же вопрос, а общий вопрос, чтобы вы себя оценили. Оцените себя по шкале от 1 до 10. Насколько вы вовлечены вообще в дело Божье? Номер 10, да, это самопожертвование, это жертва, которая самая высокая, самая самая великая. Это номер 10, это, ну, не ставьте себе, что вы отдаете, вот, вы отдаете все Господу, потому что номер 10, это только Христос, который умер за нас и воскрес из мертвых. Разве что, если вы умрете и воскресите из мертвых, можете поставить 10, но это не ваше место, поэтому не торопитесь, соседу скажи, не ставь номер 10. А номер 1, это потребители, вечный потребитель людей, ситуации и так далее. Вам тоже не советую ставить номер 1, потому что там уже дьявол занял это место. Оцените свою деятельность. Кто вы на самом деле? Насколько вы сегодня верующий человек и вы часть общества Христова? Если вы пришли в нашу общину, прошли мимо цедыки, усилились на ваше прекрасное кресло, которое вы не купили, никогда не приобретали, его даже денег не давали за это, никогда не участвовали в даяниях, участия в нуждах больных, нуждающихся людей в общине. Если вы сели на свое место, пожевали жвачку, подтянули ее под низ, приклеили туда, после всего послушали, попели песни, которые вам понравились, вместе с прославлением, уходя, вы не поправили свой стул, вы куча всяких бумажек, или там еще нассорено, вы пошли туда с людьми, еще пообсуждали, вообще, как это произошло, кто там правильно пел, кто неправильно пел, что-то сильно холодно здесь, и неприкольно, что-то они сегодня говорили, непонятно, что вы ушли и пришли домой, еще обсудили кого-то, не пришли на молитву, ничего не сделали, сразу можете поставить себе между 2 и 4. между 2 и 4. От вас пользы нет, вы потребители. Я буду прямо говорить, это нам нужно понять, что мы призваны не просто сидеть здесь и ничего не делать. Есть люди, конечно же, которые могут сказать, что они здесь каждый раз, каждый день, они здесь убирают, что-то делают, звонят людям, посещают, поют, репетируют, участвуют в ждуке, в построении общины, во всех участвуют в мероприятиях, и вы можете себе так примерно 9, 9, 8, 7 поставить, примерно этот ряд, 10 не ставьте, понимаете, это место занято. Понятно, если вы не думаете, что вы Христос, вы за всех умрете. и вот, если вам, ваше вовлечение в общину, вашу церковь, где бы вы ни были, находитесь, в Америке, в Германии, Австралии, Израиле, если вы все-таки приходите и ваше ниже 6, это послание к вам. Есть люди, которые больше делают, но если вы ниже 6, от вас толку нету, вы просто приходите в общину и даже не соизволите помолиться за что-нибудь, вы можете себе чуть-чуть выше единицы поставить. Если вы пришли на служение и участвуете, хваляй поклонение, даете в даяниях, вы участвуете в жизни людей, если вы можете помочь людям на каком-то уровне своем, финансово либо психологически, я считаю, что ваше участие в этом деле очень важно. Если вы найдете себя в этих вот рамках от 1 до 10, я бы посоветовал вам несколько вещей знать о себе. Кто мы? В первую очередь, что мы являемся общиной из людей, которые, как все, притыкаемся, падаем, имеем свои слабости. Мы не должны забывать, что мы призваны Богом служить в общине, служить друг другу теми дарами, которые у нас есть. Мы призваны Богом служить в общине. и на самом деле община это не здание. Община это люди, с которыми нужно работать, с которыми нужно иметь общение. Послание Кривлина, 12 глава, 6 и 8 стих. Итак, по данной нам благодати, само заявление, нам дана благодать, что-то нам было дано от Бога, имея различные дарования. Такое слово Бог говорит, по данной нам от Бога благодати, по милости Его и благорасположению, у нас есть дарование, у каждого из нас, то имеешь ли пророчество пророчеств по мере веры, имеешь ли ты служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай, в простоте, начальник ли ты, начальство с усердием, благотворитель ли, благотвори с сыродушием. У каждого из нас есть призвание, и вот если мы призваны к чему-то, с дарами, мы должны эти дары высвободить на благо других людей. Если мы потребители, то нам горе. Знаете, если мы не знаем наших дарований, то я могу привести один пример, который я изучал, когда учился в Соединенных Штатах. Нам приводили, у меня было пастырское обучение, и там приводили такой пример, как узнать, какой твой дар. Как узнать, какой дар у людей. Представьте себе, если вы пришли в гости, в кругу очень много людей, вы сели за стол, и вдруг тот, который стоял у вас, перед вами, его поставили чуть на край, и вы случайно его на себя перекинули. Да, прикинули. И человек, который вот рядышком сказал, ой, сейчас, быстро, сейчас уберем, сейчас, где тряпочка, сейчас что-то убрать, быстренько раз, раз, раз. Знаете, что это люди? Люди вспоможения. Если этот человек резко скачил и скажет, сейчас мы сделаем все, успокойся, не переживай, все будет хорошо. Это люди вспоможения. У них есть дар помочь другим, пока тот еще не сообразил, что произошло. если люди, которые в такой ситуации скажут, минутку, минутку, я принесу другой кусок, и между прочим, чтобы не только вам это было приятно, кусок, я сделал так, чтобы у всех были одинаковые куски торта. Это человек даяния. Он не хочет, чтобы его благорасположение даяния особенного было заметно всем. Он говорит, я хочу, чтобы у всех было одинаково. Он заменит вам этот торт за свой счет. Только не переживайте, все будет сделано. Есть люди, которые по-другому реагируют. Они говорят так, сейчас секундочку, не торопитесь, мы все исправим. Вася быстро бежал за тряпкой Лина быстро принесла другой торт, а между прочим, Йося, ты это принеси еще чтобы переодеться. И понятно, что это люди какие? Они неприятные, они хозяева положения, они нами руководят и все остальное, но почему-то у них получается так сделать, что за 30 секунд уже все, новая скатерть, новая рубашка, новый торт, и все готово. Это люди, которые называются управленцы, это те, которые могут все устроить. Есть другой человек, который скажет, а вообще-то такой момент, как кушать торт, вообще можно было не ронять себе его на на вещи, на свой живот или на свои колена, можно было взять вообще ложку, вилку, и есть еще семь видов или как способов разрезать этот торт. Вообще-то на еврите оно означает слово, которое двух був, которое можно сделать и вот это, и это, но лучше всего это объясняет греческий язык, и мы понимаем, что это люди учителя, для них доставляет огромнейшее удовольствие разложить Библию и доказать тебе, что ты не прав. Правильно? Ну, знаете, самые интересные люди, это люди, которые скажут, я так и знал, я так и знал, что трудно было догадаться, если торт на краю, отодвинь его, ну, что ты такой, ну, идиот же ты, идиотом, это же это самое, но ясно, что нужно это двинуть, подвинул, так что раз и все, как бы так, молодец это все, понимаю, вот так. Это люди, знаете, кто? Пророки. У них черное-белое, 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 черное-белое. А есть еще люди другие, которые, знаете, когда это все произошло, они говорят, ой, ах, какая беда, а у меня было, знаете, когда я тоже пришел в гости и сел, я не только себе торт уронил, я еще на себя разлил чаю, все, берет окраску на себя, посмотрите, вот так оно у меня было. Знаете, кто-то такие? Увещеватели, они, они с вами поплачутся, они, они вас поднимут, они скажут, не волнуйтесь, все будет нормально, и я таким идиотом был, но ничего страшного, это все проходят, эти вещи. Вот так, вот примерно таким образом нам говорили, вот есть, как вот различить дары, дары у людей, но не имейте в виду, что так мы должны делать, но у каждого из нас внутри есть дар, но этот дар, он не сфокусировал на себя, мы не потребители, мы не призваны потребительскому состоянию, то, что нас заставляет делать этот мир, мы призваны к другому, к высшему призванию в Иисусе, в Иисусе, в Иисусе Христе. У нас другое призвание, призвание отдавать, и Иисус, Иисус говорит, у меня пища есть, о которой вы не знаете, она у меня есть, творить волю Отца, а Его воля в том, чтобы никто не погиб, чтобы тот, кто уронил, на себя этот торт, не был расстроен, что он один грязный сидит, или ему не хватило. Вы знаете, у нас есть много людей, которые по-разному работают, служат. Бог не хочет, чтобы Его народ был потребительским, Он хочет, чтобы Его народ был даятелем, служил Ему, Ешуа говорит, что у меня есть пища, которая вам неизвестна, и эта пища делает людям добро. Бог хочет, чтобы каждый из нас служил в общине, но также, чтобы мы были общиной, которая служит этому миру. Услышьте, Бог призывает нас быть общиной, в общине служить людям, а в мире служить как община, чтобы те, которые будут видеть, что мы делаем, могли сказать воистину, вы Его ученики, чтобы они могли не нашими устами просто слышать, что мы верующими, а нашими делами. Матфея, 5 глава, 14-16 стих. Высвет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Зажившись свечу, не ставят ее под сосуд, но под подсвечники, и светят всем в доме. Тогда светит ваш свет перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили отца вашего Небесного. Мы призваны немножко другим вопросом. Мы призваны быть светом и делать то, чему нас Бог призвал. Вы скажете, подождите, но ведь мы же делами, мы же не можем спастись в действительности. Мы не спасаемся делами, но верой, которая проявляется в любви через помощь людям. Можете услышать меня, как верующие люди, услышьте меня в это нелегкое время, в котором мы живем. Может, 10 лет назад нам, может быть, и нравилось проповеди процветания, умножения, быть богатыми. Если будем богатыми, спасем весь мир, поможем всем людям. Не будет голодных, бедных, несчастных, будет все построено. Мы построим этот мир христианский, и все будет хорошо. Друзья, это так много пытались сделать в течение этих сотни лет. Но по-настоящему Ишуа говорит так и словам. У меня есть пища. У меня есть что-то, что я могу дать людям и удовлетворить в свое состояние, что я сотворил Божье дело. Могу сказать, что мы спасены для добрых дел. Можем себе представить так? Мы спасены для добрых дел. Вы свет миру. И это отличается нас от этого мира. Есть люди, которые вы не замечаете, которые служат здесь вообще не очень долго. Да, вот есть те, которые репетируют и так далее, но вы не замечаете людей, которые снабжают нас теплом. Каждый раз им нужно будет брать три канистры дизеля, идти поехать, заправить их, привезти. Потом еще раз. У нас уходит на неделю две с половиной тысячи гривен для того, чтобы нам было с вами тепло. А люди, которые это делают, вы не замечаете. Многие из вас даже не знают, что это делают. У них есть дар, который может помочь нам с вами чувствовать себя хорошо. У нас есть люди, которые после того, как все уходят, начинают убирать здесь. Не только вот здесь они убирают туалеты и моют их и так далее. Иногда приходят ко мне и говорят, Рэбе, ну пожалуйста, сделайте объявление, чтобы люди были более точны, когда они целятся. Ну не мимо, пожалуйста, прошу вас. А то после всего это убирать, это сложно, как бы так. И вы знаете, я не буду назвать эти имена, но эти люди есть. Они служат нам, чтобы каждому из нас было удобно. Те, которые выставляют, делают, в домашних группах работают, озвонят, посещают людей. Вопрос не высветить этих людей, не сказать, о, какие люди. Вопрос, что мы делаем, чтобы другим было хорошо, приятно. Не только гуманитарная помощь людям. У нас есть люди, которые вне общины, старики, которым нужно донести любовь к Мессии. Я говорю о линии сборе, которые так много работают с этими стариками, дотошные. Сколько они Феликса вели к покаянию, ну на лет пять, наверное, да, или больше. Ой, уже бросали все и уходили и убирали и переставали и все равно возвращались, являя им Мессию. И вы знаете, Феликс сказал за несколько недель до своей смерти, говорит, я хочу быть таким, как вы. Что мне сделать? Мы сказали, покаяться. Он говорит, я готов. И вот нужно еще водное погружение пройти, говорит, и я хочу это сделать. Потому что я вижу настоящего Мессии в вашей жизни, в ваших делах. Я понимаю, что я сегодня говорю к нам, и обращение идет к нам. Когда каждый человек или член общины видит себя как часть его тела, а не организации, потребителей, тогда община будет тем светом, который Бог хочет, чтобы мы были. после того, как Бог с вами сделал такие чудеса, после того, как Он вас избавил от долгов, когда Он избавил вас от болезни, которая у вас была, когда Он дал вам свободу, к которой вы так стремились, после всего этого просто быть потребителями, я бы задал себе вопрос, для чего мы живем. Этот мир сегодня предлагает все для нашего эго. Буквально вчера мы с пасторами зашли перекусить, и там человек говорит, если вы закажете из нового меню, сок, свежевышенный сок будет бесплатно. Только закажите. Многие из нас попали в эту ситуацию, типа любой кредит без подтверждения о прибыли, или как это называется, без проверки на доходы. Мало того, что они еще говорят, три месяца можно не платить ничего. И мы все-таки ловимся на эти вещи, которые называются потребительские. Вот мне надо сейчас на моих условиях. Оно мне интересно, потом еще подумаю, вот вымотаю людям нервы, потом подумаю еще, а оно мне надо или нет. Давайте мы не будем эгоистами, перенеся то, что мы переживаем там, за границей общины, водить его туда, где этого не должно быть. мы должны быть другими. Мир должен посмотреть на нас и сказать, у них есть то, что у нас нету. Кроме Бога, у них есть совесть, честность, справедливость. У них есть забота друг о друге. У них есть забота о нас. Даже мы, те, кто не знают Христа, удивляемся, что они помогают нам, что толкает их на это. Что это за люди? У нас есть вопросы. Почему ты это делаешь? Почему? Я мечтаю об общине, которая будет давать больше, принимать. Я мечтаю об общине, которая будет благовествовать не только нашими флайерсами или пригласителями на праздники, но будет благовествовать своей жизнью, делами. И люди, которые вокруг спросят, слушай, интересна у тебя жизнь. куда ты ходишь? Помоги мне найти то, что ты нашел давно. Я мечтаю об общине, которая будет поддерживать друг друга, несмотря на то, что, может быть, у многих есть такое понятие, это только задача служителей, старших пастеров, навещать, посещать, звонить, обслуживать и так далее. я мечтаю, когда мы скажем внутри себя мы, это община, а община это Господь, который внутри нас. Ишуа говорит, у меня есть пища, которая непонимаема людьми. эта пища делать Божье дело непреложно, то есть постоянно, на все сто процентов от чистого сердца. И когда ты это сделаешь, ты получишь удовлетворение в том, что когда придет время, а нам у всех придет это время, предстать перед Богом, сказать, как Павел, время Петра сказал, извините, я веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец. Вау! Вера без дел мертва. И мы делаем это все, потому что Бог призвал нас любить, как Он возлюбил нас. Мы с вами Божья община, и мы существуем для людей, а не для самих себя. Мы не потребители, а мы даятели. Мы отдаем то, что вы получили даром. Я призываю сегодня вас, всех нас, сделать этот тест тест для себя на шкале от 1 до 10. Кто я? Потребитель или даятель? Если даятель, покажи не только веру, это, покажи это на самом деле. Если вы скажете, а я не знаю, в чем мой дар, и как мы можем употреблять, мы прекрасно знаем, что мы можем. Библия говорит так, если ты знаешь, что ты можешь делать добро, и не делаешь, то что? мне не нужны ваши медали, регалии. Честно говоря, мне не нужно слышать, мы там одного спасли, он там умирал, он там не каялся, мы его покаяли, это все. Слушайте, я с вами буду радоваться, но не доказывайте мне, что вы участники дела Божьего. Я уже говорил об у нас есть друзья здесь в общине, которые нашли просто погибающего бомжа без ноги. Запах от него ушел от Дерибасовской умирающего. Когда с ним начали общаться, оказался наш человек. Много лет назад было у него горе в семье, погиб сын. От этого горя он стал сильно пить. Потерял дом, документы. Его зовут Фима. Вы знаете, я благодарен Богу за этих людей. Они не вышли с табличками «Спасем с Фимом». «Кто может, помогите». Фима умирает. Они взяли его, помыли, дали ему финансы, накормили, договорились с людьми, где он может жить, и начали восстанавливать документы. Восемь месяцев спустя после работы в архивах, переводах, работы восстановления. Несколько дней назад Фима прошел консульскую проверку. Мы сказали, мы готовы вас принять Ариц Израиль, и ваша старость будет обеспечена. Услышите, а могло этого не случиться. Фима был у нас на собрании. И он сказал, я чувствую себя дома, потому что кто-то сделал больше, чем просто сидеть на этом месте. Не просто молиться за Израиль, спасение Израиля, потому что так удобно. Молитва это самое легкое. Реально, молитвенники. Друзья, есть другое. Есть то, что мы можем сделать. я призываю вас сделать этот шаг, делать что-то в общине и быть общиной для этого погибающего мира. Реальность. Не на словах только. Мы сейчас встали на наши ноги. сделаем этот самостоятельную работу внутри нас. Если мы находим себя, что мы находимся ниже отметки 6 или 5, все, что я прошу сделать, будьте откровенны перед Богом. что я могу сделать, Аббан? Что я могу сделать? Может помогать транспортом, когда попросят? Может просто убрать? Может позойти кому-нибудь по дороге в больницу? Может взять просто Евангелие, Гедеона, на пути домой и увидеть человека, который потрясен обстоятельствами сказать, у тебя есть надежда, возьми. Но не стойте на месте, не будьте потребителями. Это грех быть потребителями. Мы не к этому призваны. Мы не к этому призваны. У нас есть работа с детьми, с молодежью. У нас есть работа с теми, кто в зависимости. Даже скажу больше. У нас есть семья, которая сказала, у нас есть 80 соток земли, 100 километров от Одессы. Мы хотим, чтобы там был репцентр, чтобы они могли восстанавливаться, чтобы они знали Бога, они могли себя обслуживать. Кто этим займется? Кто этим займется? Кто поможет людям найти Бога? кто поможет им восстановиться? Кто поможет им сделать это решение? Примирение с Богом. Есть те, кто могут это дать, но нет тех, кто хотят послужить. И Иешуа говорит, вы говорите еще четыре месяца и поспеет Нива. А Он говорит, я уже говорю вам, она побелела. Она побелела. И эти работники сегодня нужны. Как в самой общине, в домашних группах, эволюционных, благовестия, посещения, так и работать с детьми, у нас с аппаратурой, убирать, и все остальное, так и вне, чтобы было спасение. Подходя к столу причастия, возьмите штаканчик с вином или сок виноградной лозы, возьмите мацу, встаньте на место, и рассуждайте о такой простой вещи. Кто я? Кто я? Потребитель или даятель? Если нужно изменить это, меняйте. Это наша привилегия и наше время менять все. Поэтому я прошу тех, кто прошли водное погружение, не находятся на замечании или отлучении от Божьей церкви, я не говорю за нашу общину, говорю, может, кто-то у нас есть из гостей, людей. Чтобы не служить предновением для людей, пожалуйста, воздержитесь, но те, кто хотят изменить свою жизнь, потому что мы все согрешаем, мы все имеем прегрешения, раскайтесь, признайтесь друг перед другом, попросите прощения друг у друга, если вы имеете что-то против здесь, и участвуйте, чтобы сделать чистым. От задних рядов я приглашаю вас участвовать в клевопреломлении. от 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 о Субтитры создавал DimaTorzok